Добрый день, друзья! С вами Евгения, и вы на моем крымском канале. Друзья, сегодня мы с вами путешествуем в Семииз, к той самой удивительной глицинии, которую посадил, говорят, сам Мальцов, основатель Семииза. Ну, а сейчас въезд на Семииз мы приехали на машине, и давайте будем любоваться на эту сказочную беседку, которая является символом Семииза, и очень узнаваема. Друзья, просто прекрасная картинка получилась. Я даже, наверное, будет кадр, вам скажу, я нарисую картину. Сделала референс, когда все отошли люди, и это очень красиво. Но что я еще наснимала в этот раз, это то, что очень много людей. Я хочу вам показать, что сезон у нас уже начался. Это для тех, кто пытается бронировать уже, собирается, но еще размышляет. Друзья, людей уже много. Вы увидите в моем фильме очень большое количество людей в Семиизе. Я вам хочу сказать, что здесь такая смешная собака была. Я потом подошла и спросила, что же там такое случилось в этом вазоне. Вы знаете, это так долго длилось. Оказывается, хозяйка сказала, там сидела кошка и пахло запах. А эта собака очень сильно, видимо, на кошек как-то реагирует. Ну, забавно. Вот, друзья, ну, очень много занятных таких эпизодов было. Вот этот референс. Друзья, смотрите, напишите мне, понравилось вам или нет. Я хочу написать картину вот с того референса. Референс – это удачный снимок, с которого потом дальше делается картина. Или там пустовато, еще кого-то надо добавить что-то. Ну, вот я, конечно, пишу, занимаюсь живописью. Друзья, приглашаю вас на мой плейлист «Живопись от Евгении из Крыма». У меня много интересных картин и, главное, ваши любимые виды Крыма. Это и кошка, лягушка, и сейчас «Лебединое крыло» буду писать. И в разных ракурсах. В общем, самые наши памятные, любимые точки, куда ходим отдыхать, когда вы приезжаете. И, конечно, друзья, все можно приобрести. Пишите мне, если кому-то хочется иметь память такую сказочную. Ну, а теперь глициния. Любуемся, можете прокрутить еще раз, еще раз. Наполняйтесь, друзья, этой красотой. Это так скоротечно. Так же, как весна нашей жизни. Молодость скоротечна. И это тоже очень скоротечно. Потому что уже на моем заборе, в моем саду цветет великолепная глициния. Тоже посмотрите, есть ролик у меня такой. Она, друзья, побелела. Белеют, белеют, выцветают лепесточки. И потом она уже опадает. И все. Вот. Я, конечно, ждала, прям караулила этот момент, чтобы приехать в Семьиз. Это был очень интересный день, друзья. Мы и в Семьизе были, и проехали по старой севастопольской дороге, друзья. И это, знаете, что я сняла? Ствол вам показать. Потому что ее бетонировали, уже заливали вот эти пустоты. Потому что она просто упасть... Ну, ствол у нее просто уже не держится. Но сейчас пока все вроде как бы прекрасно. Глициния в хорошем состоянии. Цветет прекрасно. И в этот день, друзья, мы еще были в центре Алубки. Ждите мой следующий фильм. Это для любителей Алубки. Я покажу вам реконструкцию, которая заканчивается практически. Но еще, друзья, там все, конечно, разворочено. Но очень интересно они делают. А сейчас, друзья, мы с вами поднялись. Такой парк есть. Очень красивый. Здесь отель построен уже. Вот этот. Но что-то там какие-то неприятности, что его никак открыть не могут. А рядом замечательный, со скульптурами, с вот такими инсталляциями, вот с такими красивыми лавочками, беседками. Вот такой парк. Очень ухоженный. Тоже масса народу гуляет. И что вам хочу сказать, что за ним очень хорошо ухаживает. У нас какой-то есть, как они называются? Зеленстрой, по-моему, называется. И, в общем, вы посмотрите, насколько ухоженно. Нет сорной травы. Все прополото. Это аллея эвкалиптов. Но у нас эвкалипты, конечно, друзья, они не климат им. Наверное, суховато им тут будет в Крыму. Это в Сочи растут. Ну и, конечно, вы знаете, цвели еще, доцветали тюльпаны. Сейчас тюльпаны уже отцвели в моем саду. Посмотрите ролик у меня прекрасный про мои цветущие растения моего сада. И здесь, конечно, я все уголочки обошла. Я заглянула везде. Вот так насажены тюльпаны. Ну, красные такие, обычные. У меня тоже очень много таких тюльпанов. Но весна в этом году, друзья, хочу вам сказать про климат. Что-то меняется. Во-первых, на две недели, на полмесяца, а то и больше. А раньше расцвели все цветы. И все это свалилось в одну кучу. Обычно же все это последовательно. Но вот тоже вот этот красивый белый куст. Я себе посадила два маленьких саженца. Посмотрим, как они примутся. И так у нас все цветет. Вы знаете, все сразу в раз. Когда это было, чтобы и морозник, и глициния в одно время цвели. И тюльпаны с нарциссами тоже практически в одно время. Сейчас, друзья, аллея Аполлонов сзади осталась. А мы проходим по аллее, которая идет от ежиков. Идет туда вниз к Диве. Какой там пляж еще он назывался раньше Фрегат. Сейчас я не скажу, как называется. Потому что мы его по старой памяти называем местный пляж Фрегат. У Дивы или у Дивы. Ну и вот, друзья, конечно, здесь тоже была реконструкция. Два года уже. Посмотрите, какие замечательные плиты. Все мраморными вот этими плитами тесанными, такими красивыми выложено. В общем, семейства раньше прибрали. Тоже, видите, людей очень много. Отдыхающие, гуляют. Погода в этот день была просто прекрасная. Здесь, смотрите, как интересно. Котик нарисованный. И котик сидит наверху. У нас, конечно, царство кошек на южном берегу. Наверное, это в любом городе кошек так много. Потому что отдыхающие подкармливают. Все очень любят животных. Ну вот, друзья, мы с вами спускаемся. Итак, есть смотровая площадка Дива. Сейчас я вам покажу свою картину. Именно с этого ракурса. А, нет, чуть-чуть позже будет. Это я еще иду все. Вот, друзья, ну вот, белеет парус одинокий вам на фоне моря голубого. И, да, у меня немножко тут кадры перепутались. Это площадка в начале вот этой набережной семейской. Хочу вам показать, сколько машин. Очень много, большое количество машин. И тут вот залечили эту дырку, которая от штормов была в начале. И поставили вот эту будку. Ее тоже не было. Теперь все платно будет. Потому что вот кусочек тут просто засыпали. Был промыв. Кто мои видео регулярно смотрит, вы видели, что тут просто был такой вот, знаете, промыто от дождей. И у нас не погода была сильная, от штормов. Но это от дождей. Все просто пробоины были. Ну вот там как бы просто засыпали они. Ничего не бетонировали. Ну, друзья, я всегда хожу, всю зиму по колено в воду захожу. Как-то я всю зиму это практиковала. Но я сейчас не очень часто хожу на море. Потому что и живопись, и ролики вам нужно снимать. И начался, друзья, сад. В саду, конечно, работы. Все вот хочу снять. Адениумы огромные. Уже подперли крышку своего парника. Они огромные выросли. И все это я должна вам снять. И все не успеваю. Теперь вот смотрите, что мы сейчас с вами видим. Вот эти обтесанные камни. Ну, смотрите немножко. Меня тоже постоянно спрашивают, что на семейском новом пляже. Как эти булыжники-то наконец-то. Да, действительно, они, вы знаете, стали чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть, ну, обкатало. Но пока, знаете, ходить очень тяжело. Очень неудобно. Еще с вами любуемся на отдыхающих. Наполняемся их счастьем. Как они тут чудесно себя чувствуют. Потому что уже, ну, вы знаете, уже просто разнежились мы так все. Во-первых, голубая прозрачная вода, чистейшая. И, конечно, новый пляж большой, места много. Но, друзья, дюну такую намыла. Вы знаете, мы вот это с Андрюшей идем и пытаемся спуститься к воде. Вот люди, видите, на горбе сидят. Это не очень, может быть, вам видно. Вы посмотрите, какие дюны намыла. Ну, конечно, придут эти грейдеры, как вот какие-то необычные цветочки были. И, конечно, вы знаете, все это. А, вот тут вообще прекрасно. Мужчина просто радует глаз, что называется. Обычно в начале сезона запускают вот эти вот, ну, трактор, грейдер, да, он называется. И он разравнивает, потому что море, конечно, за зиму по-своему. Такие тяжелые камни, друзья. И так накидало, вот посмотрите. Но дюна была такая большая, что мне пришлось дойти до самого-самого конца, где мне не очень-то и нравится. Там как-то зацвела вода чуть-чуть. И только там мы смогли спуститься к воде, потому что горбина. Вот если внимательно остановите, посмотрите, горбина такая, вы знаете, ну, с мой, прям с мой рост. Метр что-то 60, наверное. В общем, вот. Ну, конечно, разметали эти камни на переднем плане. И, друзья, это разметало вот то ограждение в море. Ну, и вот этих людей, конечно, я, как-то они попали в кадр, и мы потом их очень-очень далеко от этого места встретили. То есть люди путешествуют. Люди ходят, гуляют. Я так радуюсь, что есть возможность приехать у людей. Посмотрите, вот тоже папа несет вот самокат и семью свою ведет. Они локацию поменяли, тут посидели, туда пошли. Потому что, вы знаете, хочется все, все хочется охватить, везде посидеть, везде постоять. И уйти невозможно. Еще, друзья, любуемся на диву. Я вам обещала картину. Сейчас покажу. Она есть. У меня минутные шорты. Можете там поближе посмотреть поподробнее. Сейчас будет моя картина. Скоро что-то я прям так захотела тут ее вставить, потому что прямо именно с этого места она написана. Ну, здесь мои коллеги-художники рисуют на пленэре. Довольно, вы знаете, у меня мысли возникли какие, что довольно сложно все-таки на пленэре писать. Все-таки референсом легче. Почему, друзья? Ой, как красиво. Народ здесь отдыхает замечательно. Потому что меняется освещение каждую минуту. Вот только что-то схватишь, уже как-то поменялось. А если ты часами, часа два сидишь, то вообще солнце уходит. И совсем уже тени другие. Ну, вот как-то поэтому и тюды пишут, а потом дома доделывают это все. Итак, смотрим с вами на камушки. Вы меня все время спрашиваете. Ну, крупные, но они немножко обкатались, конечно. Самое интересное, что эти камни прилетели. Мы же сейчас с вами не на новом пляже, а у Дивы. Видите серые камни? Уйти маленький такой прелестный малыш. Сейчас прибежит собака. Это вообще картина маслом просто. Вот, глаз не оторвать. Вот, как это чудесный, знаете, отдых людей. Как они в этом покое, в этом счастье наслаждаются. Смотрите, какая собачулька. Я, между прочим, тоже очень люблю такс. Да, мне кажется, я всех люблю. Собак. Вообще обожаю чужих, потому что у меня у самой нету собаки. Итак, там вы видели серые камни, друзья. Она летела очень много, штормами набросала белый. Видите, пляж почти белый стал. То есть море по-своему распорядилось. Ведь здесь белые камни-то не сыпали. Сыпали только на новый пляж. Он чуть-чуть дальше. Видите, вот пляж так белый. Очень много белых камней прилетело. Ну и, конечно, красавица Дива. Я нарисовала уже две картины. У меня Дива крупная и Дива с пеной. Вот этот берег, вот кусок берега с Дивой. Ну, друзья, приглашаю вас, конечно, подписаться на мой канал. Делитесь моими видео обязательно пальчик вверх. Подарите мне лайк, друзья. Это не так сложно для вас. А мой канал будет продвигаться. И у меня, конечно, будет больше настроения снимать для вас новые прекрасные видео. Радовать вас, поднимать вам настроение. Потому что материального я ничего не получаю с канала. Еще ни разу так ничего и не получила. Ну, у меня, во-первых, канал не очень большой. И, конечно, мы сейчас под санкциями. Напоминаю вам, что только вы поддерживаете мой стимул к работе. Ну вот, друзья, здесь небольшая ярмарка. Очень люблю всегда. Обожаю вот эти народные товары. То, что люди сами производят. Очень всегда поддерживаю. Если что-то нравится, обязательно куплю. Ну, здесь вот прошли, посмотрели. Прямо девочки молодцы. Ожидается у нас. Вот, друзья, смотрим на референс. Это я сняла вот сейчас. Вот, смотрите. А теперь, друзья, моя картина с этого референса. Вот, посмотрите. Вот она так выглядит. Еще есть у меня целый фильм. Ну, на одну минуту такой рекламный фильм я снимаю. Картины разные. Заходите, смотрите. Еще есть группа такая. Картины из Крыма от Евгении Новичевой. Вот так и называется. Вконтакте есть группа. Ну вот, друзья, все. До сегодня. Жду вас на следующий мой фильм. Фильм будет про центр Алубки, про реконструкцию. Также, друзья, сдается бюджетное жилье. Обязательно заходите. Смотрите, наверху будет ссылочка. Посмотрите. И новый домик у нас. Он уже готов. Тоже будет реклама. С вами, как всегда. Была ваша Евгения. И до новых прекрасных встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова